Итак, военный парад, посвященный Дню Независимости, начался с опозданием почти в два часа. Главная причина – отсутствие президентов Украины и Румынии Владимира Зеленского и Клауса Яханеса, которые не смогли приехать вовремя из-за тумана. В конечном итоге мероприятие началось в их отсутствии, однако позже они все же приняли участие в праздновании. После двух фальстартов президент страны Майя Санда все же решила открыть праздник в сопровождении президента Польши Анджея Дуды, который прибыл в Кишинев днем ранее. Главная причина – в Кишинев днем ранее. Сегодня я хочу, чтобы украсть, во многих лет, с праздником нашим национальным днем. Главные, богатые, годы, годы, счастливы. Девушки отдыхают нам пределы, чтобы celebrать решение этих 30 лет, но и люди, которые им дарят счастье и энергии, чтобы нашу страну быть более хорошей. Президент Румынии Клаус Йоханес появился на площади в начале военного парада. В военном параде приняли участие только подразделения Министерства обороны и Министерства внутренних дел нашей страны. Среди маршировавших была и группа представительниц женского пола, сотрудников Министерства обороны. Также во время парада прошли представители спецслужб «Пантера» и «Фулджер». Хорошо себя проявили и сотрудники нацинспектората по чрезвычайным ситуациям. Пожарные и спасатели вышли в специальной униформе. Как только объявили об окончании военного парада, в центр столицы прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Украинский лидер успел увидеть, как отдают честь национальному флагу. Вся церемония, включая военный парад, длилась чуть более часа и обошлась бюджетом в более чем 2 миллиона леев. На все мероприятия, посвященные Дню независимости, потрачено, по данным СМИ, более 6 миллионов. В прошлом году празднеств не проводили из-за пандемии.